Восстановление отводных каналов – один из приоритетных вопросов, требующих немедленного решения. Подтопление, которое вызвали непрекращающиеся дожди в начале года, вследствие того, что система дренажа была нарушена. Многие каналы, построенные 30 лет назад, были попросту засыпаны. Сегодня мы находимся в таком положении, когда в любой момент она поможет опоплыть, и весь Пионерский проспект. Отводные каналы не просто засыпаны, а засыпаны конкретно. И дороги там поделали по этим отводным каналам. В воде уходить некуда. Сегодня она уходит в одном месте, только через речку Анапку. Все остальное никуда не уходит. Почему на них появились дороги? Почему они засыпаны? Почему в этих отводных каналах кто-то строит, там ФСК складывают? Не зря же их строили там 30, 40, 50 лет назад, эти каналы. Люди знали, что в случае подъема воды, паводков каких-то, эти каналы работают как уводящие в воду. Их взяли, засыпали, теперь все. Малейший дождь, непогода, начинаем подплывать, начинаем подплывать. Заниматься этим – это приоритетное направление. Еще один вопрос, на котором акцентировал внимание глава Анапы – сохранность одного из главных богатств курорта – песчаных дюн. Один из арендаторов пытался начать незаконную стройку прямо на пляжной территории. Нарушение было зафиксировано. Меры приняты оперативно и кардинально. Договор отправлен на расторжение. Предприниматели известили о том, что мы расторгаем. И параллельно готовятся документы. Там есть протокол, что он рыл. Есть протокол, есть документы. Природоохранную прокуратуру отправьте, пусть занимаются тоже. В 12-м микрорайоне Анапы началась настоящая эпидемия надписей «Спайс». Общественники активно их закрашивают, однако на жалобы ТОСовцев практически не реагируют управляющие компании. Глава Анапы поставил задачу, чтобы общественникам оказали всю необходимую помощь. Также Юрий Поляков поручил составить график по обследованию лесополос в сельских округах. Несанкционированные свалки, поломанные деревья, сваленные в кучу ветви – все должно быть убрано в самое ближайшее время. Анна Жукова, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-Регион.